В Москве на Манежной площади проходит фестиваль «Вкусы России». До 16 июля Тверская область и другие субъекты нашей страны представляют на площадке свои региональные гастрономические бренды, а творческие коллективы – лучшие концертные программы. Верхневолжи действительно славятся своими блюдами, а мы решили узнать у жителей нашего города, какие из них любят они и знают. Тверская земля богата фирменными блюдами, которые отличаются своей аутентичностью. Нам стало интересно, а знают ли жители нашего города и области традиционные тверские блюда, их рецепты и вариации приготовления. Не знаю, пельмени. Я знаю, что есть селигерский курник, я пробовала, мне очень понравился. Паржарские котлеты придумали в Тверской области, продаются в торжке, в гостинице, у тагальяне или кальонета. Да, они очень вкусные, они пышные такие, хорошие. Я никогда не задумывалась, какие блюда исконно изобрели в Тверской области, но я бы хотела знать. Да, котлеты по-пожарски. По-пожарски, мама говорит, котлеты по-пожарски. И папа, это были его домашние пельмени. Потому что он прям их очень вкусно готов, есть определенные такие категировки, так скажем, трактовки, как, что делать. Я считаю, что это прям домашнее наше. Мы убедились, что жители Верхневолжья не задумываются о том, насколько богата наша кухня. Например, знаменитые пожарские котлеты действительно были придуманы Дарьей Пожарской в Торжокском трактире. Не менее популярен в нашей стране пирог «Рыбник». Особенным на нашей земле считается селигерский рыбник. В Осташкове уверены, что их рыба отличается своим вкусом. Более того, этому пирожку посвятили целый праздник – фестиваль «Селигерский рыбник». Из необычного у нас есть щучина – это холодный рыбный суп, который разбавляют квасом. Можно найти информацию, что родом это блюдо из Киморского и Конаковского районов. Отличительной особенностью тверской кухни является то, что многие блюда в ней готовятся из рыбы. Оно и понятно – наша земля окружена водоемами. А еще наша стряпня отличается своей самобытностью и разнообразием. Каждый найдет что-то себе по вкусу. А еще мы поняли, что тверские блюда – там, где семья. И любое блюдо, приготовленное любимой бабушкой, мамой или папой, может стать родным.